В России очередной захват заложников в учреждениях ВСИН. На этот раз в колонии в Волгоградской области. Осужденные, называющие себя членами ИГИЛ, захватили администрацию колонии и нескольких охранников, убили как минимум двоих человек и заявили, что тем самым мстят за братьев-мусульман, задержанных за теракт в Крокусе. Нынешний захват заложников — это четвертый исламистский теракт в России за полгода. Это третий теракт с погибшими и второй случай захвата заложников в учреждениях ВСИН. В мирное время тенденция была бы очевидна, но сейчас происходящее по понятным причинам распадается на отдельные эпизоды. Боистолкновение в Дагестане, в результате которого погибли 17 полицейских и 5 гражданских, кажется какой-то прошлой жизнью. А Крокус, жертвами которого стали полторы сотни человек, и вовсе позапрошлый, хотя все случилось практически на днях. Мы уже говорили, что самые опасные свойства нашего режима — это, во-первых, невероятный талант к забвению, а во-вторых, полная неспособность делать выводы. Всякий раз одна и та же схема исполняется лучше, чем в России любой закон. За происходящей катастрофой сразу же следует симуляция яростного ответа. Начальники рвут на себе тельняшки, грозят карами небесными, принимают под шумок очередной идиотский закон, кошмарят всех, кто под руку попался, обычно попадаются мигранты, демонстративно пытают отловленных террористов, опционально могут даже ухо отрезать. В общем, демонстрируют бешеную брутальность, кто во что гораст. А спустя неделю все об этом всем просто забывают. Попробуйте сейчас отыскать хоть какие-то новости о расследовании теракта в Крокусе или в Дагестане. Как там продвигается? Каковы мотивы? Кто организатор? Откуда оружие, подготовка, деньги? Как так вышло, что четверо таджиков, толком не говорящих по-русски, которые не имеют в России ни денег, ни связей, смогли устроить самый жуткий теракт за 20 лет? Обычно максимум, на который способны преступники в таком составе, выставить ларек, запугав продавщицу травматическим пистолетом. А тут они достали армейские автоматы, беспрепятственно расстреляли десятки человек и сожгли гигантский концертный зал дотла. Кажется, тут прям есть что проследовать. Кажется, те четверо, которых вы с удовольствием изуродовали, далеко не ключевые люди во всем этом событии. А если вы пришли к выводу, что они ключевые, тем более нужно расследовать. Ведь как так вышло, что в России, и не просто в России, а в Москве, где на каждый квадратный сантиметр любого пустыря смотрят минимум три камеры, мигранты смогли сообразить на четверых теракт, вооружиться, перебить кучу народа и еще довольно далеко от места совершения теракта уехать. Но расследование было закончено тут же. Сразу вышел главный юрист всея Руси, выпускник Ленинградского государственного университета Владимир Путин, и обнаружил в произошедшем украинский след. В следующий раз о Крокусе мы услышали уже только от Александра Бастрыкина, которого озаботил не факт существования в России исламистского подполья, а то, что в ТРЦ работали мигранты вместо мужиков с Абскова. В принципе, нам предлагается принять такую версию. Четверо мигрантов на почве возникшей глубокой неприязни решили поубивать людей из автоматов, взятых на антресоли. В Дагестане же пятеро террористов положили 17 полицейских, то есть действовали как профессиональная армия, и до сих пор у нас нет даже притянутой за уши версии, что это вообще такое было. Вообще ни единого упоминания. спустя три дня уже ни строчки, ни запятой. Подождите, а что там с захватом заложников в СИЗО Ростова? Как так вышло, что у подсудимых по террористическим статьям была при себе исламистская символика? Как так вышло, что они содержались вместе, отращивали бороды, грубо нарушали режим и готовили захват заложников? В этом случае нет не то что ответов или версий, нет даже маломальски сформулированных вопросов. Теракт чаще всего это не действие психо-одиночки. С психом-одиночкой не способна справиться никакая государственная система. Но теракт обычно это итог масштабной подготовки и организации. Но не продаются армейские автоматы в пятерочке, не могут зэки купить ножи в тюремном ларьке. Оружие оказалось в руках террористов в результате неких системных проблем. Коррупции, некомпетентности, сбитым фокусе спецслужб, которые все ресурсы пустили на борьбу с ЛГБТ-экстремизмом и зловредной оппозицией. Если проблемы эти не решать, сами они не исчезнут, а значит теракты будут повторяться. Террористическое подполье – это не персональные тараканы в голове юноши, который нашел папино ружье и решил отомстить за обиды путем расстрела одноклассников. Террористическое подполье – это структура, которой совершенно безразлична судьба конечных исполнителей. Сколько бы ушей вы им не отрезали, исполнители – в любом случае смертники. Структура существует не для того, чтобы их защищать, а чтобы вербовать, обучать и вооружать новых террористов. Люди для структуры – инструмент и расходный материал. Почему эти организации преуспевают? Что такое случилось со спецслужбами, что они проморгали их существование? Что случилось с обществом, что у террористических организаций имеется социальная база для рекрутинга бойцов? Почему эти люди готовы идти на смерть? Как происходит их коммуникация с теми, кто исполнителей на смерть ведет? Каким образом сфера влияния этого подполья просочилась в СИЗО и колонии? Это же насколько разложилась тюремная система, что прямо в застенках процветают джихадистские ячейки. Чтобы такие вопросы задавались и не оставались без ответа, нужна система, в которой есть инструменты обратной связи, где есть независимые СМИ и политические конкуренты, которые не дадут забыть о произошедшем, которым будет недостаточно публичного зверства силовиков. Нужны те, кто спросит, а что вы сделали, чтобы такое не повторилось завтра? Любое начальство в любой стране не любит концентрироваться на своих провалах. Единственное лекарство от государственной амнезии наличие людей, которые будут заинтересованы в том, чтобы о провалах напоминать, чтобы не давать начальству самой возможности забыть. Государственная амнезия попросту опасна для жизни граждан. Каждый теракт, расследование которого закончилось на исполнителях, выглядит как приглашение для всех желающих попробовать свои силы. Ведь структуры будут знать, никто не будет их искать, когда организаторами уже объявлены Байден с Зеленским. В нашем случае есть и другой важный вопрос. А государство все еще способно вообще защищать своих граждан от реальных угроз? Тянет ли физически все задачи разом? Вести масштабную войну на чужой территории, куда вовлечено никак не менее одного миллиона человек? Отбивать собственную территорию, куда беспрепятственно вошла чужая армия? Искать неугодные комментарии в интернете? Лепить госизменников из ученых и шпионов, из тех, кто сфоткал заводской забор? Искать оправдание терроризма в спектаклях? Отлавливать выпущенных на свободу зэков? Охотиться за мигрантами, не вставшими на воинский учет? Справляться с общим всплеском преступности? В общем, затыкать дыры, которые война ежедневно проделывает не только в экономике, но и в контуре безопасности? Сегодня мы на 100% понимаем, свою границу, даже общую с воюющим государством, Россия охраняет не в состоянии. Делать это уже просто некем. На пути ВСУ оказываются только пограничники и срочники, которые тут же сдаются в плен. Не потому, что армия далеко. Не потому, что резервному танковому батальону из-под Иванова долго ехать. А потому, что ни людей, ни техники физически просто не хватает. Вот взбредет завтра, например, в голову Монголии вернуть себе исконную Тыву. Они это запросто сделают, быстрее, чем Россия заняла Крым. От финской до северокорейской границы нет ни войск, ни техники, ни ПВО. Мы сегодня знаем, Россия совершенно не защищена с воздуха. Украинские беспилотники залетают так далеко и наносят такой тяжелый ущерб, как никогда прежде. И ни у кого нет идей, что с этим делать. Россия никогда не была так уязвима к любой внешней агрессии, как сегодня. От внешних интервенций нас спасает только счастливая эпоха истории человечества, в которой большие страны не воюют. Да и небольшие в основном тоже не воюют. Теоретически не очень понятно, что помешает Эстонии откусить Псков, если она пожелает это сделать. У Пригожны была армия сильно меньше эстонской, а он до Москвы едва не дошел. И развернулся только по собственной воле. Так почему мы не можем предположить, что и со внутренним контуром безопасности происходит что-то подобное? Ведь мы понимаем, нельзя одновременно и контрразведкой на оккупированных территориях заниматься, и разбегающихся солдат отлавливать и терять кучу кадрового состава силовых ведомств, который соблазнился огромными выплатами. Или заниматься политическим сыском, отслеживать публикации иностранных агентов с выписыванием им протоколов, охотиться за неугодными в Европе. Кому же тогда по-настоящему бороться со сломистским подпольем в России? Что если, когда Колокольцев говорит о жесточайшем дефиците личного состава полиции, он не шутит и не ноет нытья ради? Может, государство, все его институты действительно настолько физически перегружены, что не справляются с базовыми своими функциями? По происходящему в экономике мы точно видим. Путин поставил на войну все. Остальные отрасли финансируются, как придется и чем останется. Во всех отраслях, не связанных с войной, напрямую мы видим жесточайший дефицит кадров, людей высасывают любой ценой и за любые деньги. Видимо, то же самое происходит и с силовым блоком. Все ушли на фронт. Там деньги, звания, карьеры, нажива. Там очень простая и понятная работа. Нет ничего легче и приятнее, чем состряпать протоколы дискредитации армии или соблазнить школьника липовым сайтом Легиона Свободы России, чтобы потом объявить диверсанта. Настолько очевидно сбит фокус государства, настолько искажены все KPI, насколько все ресурсы и армии, и спецслужбы направлены на войну и побочные ее задачи, что системно работать просто некому. Очевидно, мы находимся в ситуации, когда у государства буквально одна цель – взять еще пару километров на Покровском направлении. Все, что этой задачи не помогает, не заслуживает внимания, ресурсов и финансирования. Борьба с террористическим подпольем – настоящим, а не вымышленным, очень тяжелая и до предела незрелищная работа. Она не помогает отчитаться об успехах на фронте и борьбе с внутренним врагом. А значит, ею просто никто не рвется заниматься. Получается, государство просто не до своих базовых функций. Если мы примем такую картину мира, очередной исламистский теракт будет никаким не эксцессом, а закономерностью – следствием государственной политики, у которой цель – лишь продолжать саму себя до последнего. Ведь единственному человеку, принимающему решения в России, гораздо важнее взять очередной хутор. А о любом следующем теракте всегда можно забыть. Пока забыть просто – будут забывать, а теракты будут продолжаться. Не весело, но как есть. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова